Здравствуйте, дорогие художники, любители живописи! Вы на канале Яркие Картины. С вами художник Наталья Ширяева. И сегодня я хотела бы посвятить выпуск рассказу о том, как и сколько надо оплачивать на ярмарке мастеров для того, чтобы разместить свои работы на продажу. Ярмарка мастеров – это такой крупный ресурс для продажи ручной работы. Я там сама работаю уже 4 года. Я продаю свои картины. Но там могут продавать свои изделия люди, которые занимаются каким-либо другим творчеством. Многие люди продают свое вязание, вышивку, какие-то подделки, скраббукинг, квилинг, любые изделия для украшения интерьера, косметику, ручную работу и прочее. Ресурс достаточно мощный. Он самый мощный для продажи ручной работы в русском интернете. И я считаю, что для художников, например, он удобен очень для того, чтобы найти целевую аудиторию, для продажи своих работ, для того, чтобы найти заказчиков. Ну и помимо этого он еще, конечно, приятен тем, что там можно пообщаться с коллегами, и что можно какую-то информацию подчеркнуть. Очень много всякой информации там. Итак, для того, чтобы разместить свои картины на продажу или какие-то другие изделия ручного труда, вам нужно будет приобрести клубную карту. Три работы можно размещать бесплатно, но когда вы размещаете три работы, вы должны понимать, что вам доступны не все опции, которые есть на ярмарке мастеров. И это, в общем-то, существует возможность для того, чтобы просто проверить, как вообще справитесь ли вы с размещением работ. Ну, то есть насколько вам будет просто удобно там. Но для того, чтобы, допустим, показать себя, три работы разместить совершенно недостаточно, потому что вас не будет ни в каталогах, вас не будет ни в галереях, и вообще, в принципе, вам практически никакие опции для того, чтобы найти покупателя и заказчика, недоступны. Вот, начинать можно от клубной карты, самый дешевый, самый маленький, она на 13 работ. Я вот здесь себе выписала подсказочки, потому что наизусть я всего этого не помню. Но у меня очень часто спрашивают по поводу расценок, по поводу вообще удобства, как оплачивать. Я решила все это изложить, поэтому в отдельном видео. Вот, самая дешевая и маленькая клубная карта, это называется стандарт, она на 13 работ. Вот, 99 рублей в месяц она стоит, можно оплачивать на один месяц, на два, на три, на четыре и на шесть месяцев. Экономии нет никакой, когда вы оплачиваете оптом, поэтому смысла, в общем-то, нет оплачивать на большое количество времени, я думаю. Я оплачиваю свою карту раз в месяц. Вот, следующее. А, в этом тарифе стандарт тоже недоступно две опции. Это, по-моему, в галереях вы не можете своей работой размещать. И еще какая-то опция. В общем-то, эта карта, она тоже, в общем-то, мне кажется, пробная. То есть, если вы всерьез намерены продавать свои работы, то, конечно же, у вас, я думаю, их будет больше 13 штук. И поэтому лучше начинать, мне кажется, с карты Professional, которая называется, ну, профессионал, если читать латиницу по-русски, а не по-английски, она на 25 работ, и стоит она 165 рублей. Вот с нее стоит начинать тем, кто хочет попробовать продавать свои изделия или картины. Оплачивать точно так же ее можно на месяц, на два, на три, на четыре и на шесть, но экономии при этом не будет, поэтому, в общем-то, я рекомендую оплачивать помесячно. Следующая карта – это профессионал плюс на 40 работ, и она стоит 230 рублей. Ну, то есть, 25, потом 40 работ, да, уже 230 рублей. Ну, те же самые все условия, то есть, так же можете на месяц, на два, на три, на четыре оплатить и на шесть. В принципе, ни в какой клубной карте экономии у вас не будет, если вы будете оплачивать сразу за большое количество месяцев, поэтому смысла в этом нет никакого. Дальше идут еще две карты – максимум и максимум плюс. Карта максимум на 65 работ и 330 рублей в месяц, и карта максимум плюс на 100 работ – 475 рублей в месяц. Дальше. Две карты – экстра и экстра плюс. Экстра на 150 работ и стоит 680 рублей. Экстра плюс на 200 работ и стоит 899 рублей. Ну, 900 рублей, да, грубо говоря. То есть, вот получается 150 и 200 работ, например, да, сравним разницу. Разница в 50 работ. Экстра стоит, получается, около 700, а экстра плюс 900, да, то есть 50 работ, получается, дополнительно 200 рублей. Вот. Ну, то, что я вижу, люди, которые вот успешно продаются и у которых много отзывов, они обычно выбирают вот где-то от, ну, где-то от 150 работ. Вот. Ну, это, как говорится, насколько вы плодовиты, сколько вы можете изделий, да, изготовить или картин написать. Едем дальше. Карты Мега и Мега Плюс – это вот две самые крупные карты. Карта Мега на 300 работ, она стоит 1375 рублей. И карта Мега Плюс на 500 работ стоит 2145 рублей. Я долгое время пользовалась картой Мега на 300 работ, платила 1375 рублей в месяц, но когда моих работ стало больше 300, я приобрела карту Мега Плюс, сейчас я ей пользуюсь на 500 работ. Скажу вам так свои выводы. Я считаю, что имеет смысл размещать все работы, даже проданные. То есть вас могут найти по той работе, которую вы давно уже продали, перейти на ваш магазин, но выбрать что-то из готовых работ. Поэтому я не вижу смысла удалять работы свои. Они все-таки попадают в поиск и в Яндекс.Картинках, и в Гугл.Картинках. И в поиске по ярмарке какие-то места определенные в ранжировании занимают. Поэтому удалять старые работы я смысла не вижу. А так как картин у меня сейчас уже порядка 400 написано за 4 года, то, в общем-то, они у меня все там лежат. Иногда бывают какие-то споры в комментариях у меня по поводу того, что есть ли смысл держать так много работ, больше 300. Человеческий ум уже не может бесконечное количество информации усвоить. То есть начинает покупать, листать, и на какой-то работе у него уже все. Зависает бортовой компьютер. Как обычно, это после 50-й где-то, как мне сказали. Ну, из собственного опыта люди пишут. Я считаю, что да, перегрузка человеческого мозга, она действительно присутствует, когда большое количество работ. Но я именно держу такую крупную-крупную клубную карту для того, чтобы присутствовать в поиске в Яндекс.Картинках, в Гугл.Картинках. Потому что ко мне очень часто переходят оттуда. Я спрашиваю у своих покупателей, у своих заказчиков, как вы меня нашли. Многие говорят, я листал просто в Яндекс.Картинках, там, картина, например, с чем-то, да, и попал на вашу там картину с Услановым, да, перешел и все, и начал смотреть ваш магазин. Так что имейте в виду, что не все так просто, да, как кажется. То есть надо все-таки какие-то понимать, да, пути, по которым к вам могут прийти люди. То есть они приходят не только через ярмарку, они приходят вообще с разных мест. Вот в том числе с поисковых систем. И очень много людей приходит с поисковых систем. Так, как оплачиваются клубные карты? Клубные карты, тут очень много вариантов, то есть на все случаи жизни. Есть возможность оплатить карты непосредственно, визой Мастеркард. Также есть возможность оплатить через счет мобильного телефона. МТС, Билайн и Мегафон подключены к этой системе. То есть вы можете положить деньги на телефон и оттуда оплатить свою карту. Также электронные платежи доступны Киви, Яндекс.Деньги и Вебмани. То есть, как видите, очень много вариантов, да, то есть каждый может подобрать под себя то, что ему удобнее всего. Вот, какие условия вообще действия этих клубных карт? Карта начинает действовать в тот момент, когда вы ее проплачиваете, то есть с этого дня. Она действует в течение месяца. Через месяц, если вы не проплатите эту карту, то у вас, кроме трех работ, все заблокируется, и оно будет храниться на сервере еще месяц. То есть вы в течение следующего месяца можете, оплатив карту, продлив ее, получить доступ опять к тем хранящимся работам, отредактировать их, удалить, заменить. То есть, в общем-то, все это сохраняется в течение месяца. Я считаю, это очень щадящая система, вот потому что все-таки за использование серверов приходится платить всем. Я просто сама человек, который долго работал в интернете. Вот, у меня есть опыт вебмастера. И я знаю, что ничего в интернете без платы не бывает. И за все всегда надо платить. За хостинг, за хранение своих файлов, информации на каких-то серверах нам приходится платить. Поэтому я считаю, что это очень такой щедрый, так сказать, ход со стороны ярмарки мастеров целый месяц хранить ваши файлы. Вот, допустим, вы 300 работ разместили, да, а потом вы там не захотели проплачивать в течение месяца или там сэкономить захотели. И вот они все эти 300 ваших картин хранят, и ведь каждая картина по 6 изображений, да, то есть это, представьте, 3 на 6, это 1800 изображений где-то хранится на сервере и за это платится. Поэтому я вот считаю, это очень хорошо. Но при этом, когда ваши работы блокируются, они не показываются в каталоге, не показываются в поиске. Понятно, что, в общем-то, продать ту работу, которая в этот момент заблокирована, вы не можете. Но зато, если у вас какие-то временные финансовые трудности, вы можете на 2 недели, 3 недели не оплачивать, потом все оплатить и все опять заработает. Также там указано на ярмарке, что при оплате через терминал, там какая-то комиссия взимается, 1,5-2%. То есть вы тоже должны это иметь в виду, когда вы соберетесь платить карту, если у вас будет крупная клубная карта, дорогая, то вот имейте в виду, что с 1000 рублей и больше, это еще будет комиссия 1,5-2%. И еще одно условие, ни при каких условиях оплаченные клубные карты, деньги с них не возвращаются. То есть если вы оплатили, а потом передумали, то деньги вам никто не вернет. То есть вы должны совершенно осознанно к этому подходить, оплачивая и выбирая какой-либо тариф. Если вы оплачиваете сразу несколько клубных карт, то в действие они вступают поочередно. То есть нельзя оплатить 2 клубные карты дешевые и выкупить тариф более дорогой в этом месяце. Тоже имейте в виду, то есть ошибки в этом деле допускать не стоит. То есть надо выбирать сразу на месяц тот тариф, который вас устроит. И далее через месяц вы можете его увеличивать, уменьшать, как захочется вам. Я желаю вам всем удачных продаж, желаю хорошего настроения, творчества, творческих успехов, вдохновения и ощущения реализации себя как мастера. До свидания, дорогие зрители. Оставайтесь со мной на канале, подписывайтесь. Я Наталья Ширяева. Канал «Мой яркий картина» называется. Ставьте лайки, приобретайте мои картины, приобретайте мои подробные мастер-классы, в которых я рассказываю про свои авторские техники. Всего вам доброго и самого-самого хорошего. До свидания.